Ну вот, приехали в замок Рапштин, а он закрыт. Последняя на сегодня достопримечательность. Ну да, к сожалению, войти не получилось. Но в принципе ничего страшного, он маленький, его можно со всех сторон обойти. И замок полностью руинированный. То есть посмотреть можно с этой стороны. Вот идет реставрация. Самое главное погулять. Здесь видно очень хорошо уже предместие Карпат. Уже начинается такая холмистая местность. Вот сейчас даже мы с вами на холме находимся. Он уже тоже холм пошел. Сейчас камеру не удается горизонт четко выставить. Очень красиво, можно просто прогуляться. Я думаю, что назначение этого места именно в этом. Потому что замок, ну как бы его разом видно. Его обойти очень быстро можно. Ну а заодно можно поговорить о времени. Время начало меняться, друзья. Да, время действительно начало меняться. Все, поймал, можно сказать, приход путешественника. Вот тот специфический приход, ради которого, наверное, стоит ехать в путешествие. Он стал появляться. Потом он будет колоссально просто вставлять, вштыривать. Все по полной программе. Но сейчас, третий день путешествия. Вчера я переходил границу. Вспоминается, ну минимум неделя прошла. Позавчера я в это время еще даже не доехал до Барановичей в Беларуси. Ну как, ну наверное, недели, полторы, там, десять дней. Вот так вот. То есть получается, что вчера с утра я еще был в Республике Беларусь. Сломал там кровать. Полез за какой-то фигней, что-то с кровати упало. Наступил ногой, кровать хрупнула. Хорошо, никто не заметил. Быстренько выселился из отеля. Но самое главное, вторые сутки пошли. По ощущениям дней десять. Вот ради этого стоит в основном ехать в путешествие. Все, время стало изменяться. Поэтому, друзья, теория относительности там Эйнштейна, это на самом деле капля в море. Может быть, это и есть. Но по сравнению с тем, что, допустим, я дома, тот, который я сейчас, там дома это фактически есть какая-то черная дыра, где ничего не происходит, где время течет как-то очень сжато. А здесь оно начинает разворачиваться. И за ту же единицу там астрономического времени здесь проходит намного больше. Реально, вот я уже дней десять прожил за два дня. Физиология при этом, да, я думаю, только на пользу пойдет. По горам полазать. То есть физиология не страдает, время проходит для нее как и должно, а субъективно проходит много. Люди живут разные жизни. Я раньше считал, что вот, блин, кому-то повезло прожить там, не знаю, 50 лет, кому-то 80, кому-то и того не досталось. Это все такая ерунда на самом деле. Это какая-то политика, социология, не более. Люди живут от лет, наверное, пяти, ну я имею в виду взрослый человек, если умер, от лет пяти он проживает до 500-600 лет запросто. Просто он умещает вот эти астрономические там обороты планеты вокруг Солнца, он вмещает огромное количество впечатлений. И да, я говорю, что моя жизнь сейчас очень сильно расширилась, время расширилось. Но с чем я сравниваю? Я сравниваю с жизнью дома, в общем-то, безработного человека, который занимается творчеством, дофига чем интересуется. То есть это в попугаях, скажем так, жизнь. А если в макаках смотреть, то есть если сравнивать то, что я сейчас получаю в путешествии с жизнью, допустим, какого-нибудь офисного планктона, закупа, который стоит там в пробке с утра, стоит ночью, посередке у него трэш трэшовый, и дальше он просто спит. Если с этим сравнивать, то в таких измерениях у меня уже не 10 дней прошло, а, наверное, год-два, вот за эти два дня. Ну, по событийности, по событийности, друзья. Даже если вот кто-то из вас еще не освободился от наемного труда, прошел год, просто задайтесь вопросом, что за год я получил, что было сделано, какие впечатления получены. Если вы считаете, что работа это круто, хорошо, что вы сделали на работе. И вы поймете, что ваши впечатления втискиваются в два дня. Основную массу вы не вспомните даже. В два дня все вполне, если брать разные. Ну, понимаете, как если брать там по налоговой, проверил эту декларацию, эту, 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 ну, одинаковые, просто кучу деклараций там по НДС проверил, это понятно. Ну, в целом, проверял декларации по НДС. Понятно, понятно, нового ничего не происходит. Что еще там, не знаю, проверял декларации по прибыли. Ну, то есть, 3, 4, 5 действий в течение года, а у кого-то в течение 10 лет. И все, и событийность, действительно, если не брать, что там многоэпизодность, то событийность это одного дня. Вот, посмотрел там, 5 вещей, это для дня мало, реально для дня. А у кого-то в этом может быть 10 лет. Ну, вот, короче, я уже начал чувствовать такое изменение времени. Вот здесь передо мной замок Рапштин. Это еще один момент, если вы хотите почувствовать еще какую-то сопричастность ко времени, к большому, которое вам астрономически не отведено и по паспорту не отведено, то старайтесь осматривать вот эти вот древности, руины. Вот, средневековое и даже раннего средневековья, европейского, сейчас я его покажу, замок закрыт оказался, к сожалению. Тоже как-то понимаешь, что люди существуют не только, как бы, когда путешествуешь, видишь, что их очень много просто, они везде-везде живут. Они живут еще и всегда. Ну, по крайней мере, там, в течение тысяч лет, это точно. То есть не только везде, но и всегда. И на этом же месте огромное количество людей жило во времени. Вот это приходит как раз, когда смотришь какие-то древние вещи, пытаешься понять, как здесь жизнь была организована, становишься сопричастен вот этим векам. Векам, к которым физически я не могу быть сопричастен. Но через сознание, через впечатление, через сознание человека, как раз, животное не будет причастно к этому. Животное здесь пройдет, для него этот замок, ну, в принципе, кусок камня, и все. Каких-то мыслей, сопричастности не будет. Как раз вот это вот понятие «чело-век», «голова-эпоха», то есть, во-первых, с позиции головы все подается, «чело-век», «возможность сопричастности эпохи». Когда на все это смотришь, да, становишься немножко сопричастен. Мыслишь в рамках времени, которое тебя превосходит. И может быть, друзья, это как раз и есть первый шаг, или там первый шажок на пути к вечности. Мы должны в этой жизни начать иначе воспринимать время. Вот это, мне кажется, базовая вещь. Если мы одинаково воспринимаем время, одинаково воспринимаем вечность предстоящую в пять лет, когда мы, в общем-то, не особо от зверька отличаемся, и там в 50 лет, когда у нас было огромное количество возможностей понять относительность времени даже в своей жизни, то грош нам цена, жизнь просто зазря. Я не знаю, для меня нет понятия ада какого-то, например, чтобы человек там за какие-то свои дела наказывался сильно. Ад, ну что ад? Любые дела здесь, они временные. И наказывать за это вечно, хотя бы несправедливо. Это даже не только любви в этом нет, но и несправедливо. Но все-таки для меня человек даже не то чтобы грешный, а тот, который не понял сопричастности к вечности, не искал, не пытался осмыслить красоту, качество этого творения, этого мира. Для меня этот человек, ну это выкидыш, в принципе. Он не хороший, не плохой, ну не получилось, что называется. Попробовали, не получилось. Какая разница, на этапе беременности выкидыш произошел, или же на пост беременном состоянии, это выкидыш еще не сопричастного вечности человека. Все, ну как говорится, попытка не пытка, но не получилось. Поэтому, друзья, старайтесь осмыслять, старайтесь немножечко хотя бы быть сопричастными времени больше, чем вам отведено в жизни. Ну не те же там 50-100 лет, больше. И вот через это уже большое время, может быть, пойдет какое-то осмысление вечности. Может быть, даже знаете, как это осмысление произойдет? Вы поймете, что время ничто, что тысяча лет и 50 лет, это суть одной тоже, мгновения. Потому что это время, время это уже ограничитель. Время ограничивает даже тем, что вы не можете находиться сейчас и тогда. Вы не можете быть в 5-летнем и в 10-летнем возрасте, и там в 30-летнем в одно время. Вы должны либо-либо-либо. Это вы-то, ну время есть, но вы-то в этом времени бегунок всего лишь. Бегунок. И чтобы получить следующую секунду, вы должны отдать предыдущую. Но я об этом уже говорил. И поэтому ваше личное время не 50 лет, а там какая-нибудь доля секунды. Так вот, осмысливая время не в рамках 50 лет, а тысячи лет, вы можете прийти к мысли, что тысячи лет и 50 – это одно и то же. Суть вот этого секундного бегунка не меняется. И поэтому что тогда? Следующий шаг. Вот сейчас вам кажется, что продлить бы жизнь, там, научились бы ученые продлевать жизнь до 200 лет, до 300 лет. Так вы останетесь секундой все равно. Ваше время – это секунда. Все остальное – это либо прошлое, либо будущее. И вот когда вы это поймете на той же тысячи лет, что тысячи лет не меняет образ существования по сравнению с 50 годами, когда вы это поймете на таких больших цифрах, у вас возникнет уже какое-то желание, а может быть даже предвкушение, качественно поднять уровень. А что качественно? Вневременное или объемлющее временное существование. И вот это уже приближает к вечности. Ну вот, такие соображения. И да, конечно, посещение таких мест, оно очень помогает, потому что вот здесь мало что изменилось. Вот средневековый замок. Ну, домики там внизу построили, конечно, красивые. Но, в принципе, вот как было на этот холм вид из окон, так он и остался. Вот, поэтому, друзья, путешествуйте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»